всем привет привет посмотрите кто ко мне пришла в гости моя узлемчик пришла у нас сегодня свадьба на районе давно я не показывала вам свадьба свадьба и когольник пришла узлем гильдий дуние День шансов. День шансов. День шансов. День шансов. Татьяна Анонимharова. День шансов. Л rattling шансов. День шансов. Но взгляд о площадке, Фотографируется Фотографируется Моя красавица пришла Моя красавица пришла Пиза Пиза Попробуй Моя красавица 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 Музыкантам Музыкантам Сейчас танцевать будут Что-то они долго созревают. Жених стесняется танцевать. Давайте, давайте, ребята! Мои зрители вас ждут! Давай ещё! И так далее. Ждите продолжения! Мои зрители вас ждут! А вот я, друзья мои, сейчас знаете что придумала? Узримчику дам мороженое. Она обрадуется. Сана бершей вермек и стёром. Уйдём behaviour. Здравствуйте! Я что, я благодарна! Уходит Йенги, моя любимая заловка с мужем. Идут они по делам, я сейчас вам расскажу, куда они идут. Посидели хорошо, посмеялись, побеседовали. Маска, так ты, мои хорошие. Говорит, в лифт этот, заходим, поэтому. Видите, сказала она, и тут они, что-то Севги покупает, племянница для мебель, и они идут их советовать. Все, ходи, кендиней, бакын. Ура, ура, свобода попугаем, свобода попугаем. Так классно дома быть одной. Сейчас не надо думать ни о боже, ни о чем-то другом. Ой, как хорошо. Только долго они ждали, два часа, наверное, ждали, они пока не приедут. В общем, такая ситуация. Севги уже подбирает для себя мебель. Ну, муж ее подбирает. Они говорят, 3-4 месяца хотят купить мебель и оставить в там депо при магазине. И когда они найдут квартиру, вот тогда они ее перенесут. Не знаю, как это, зачем нужно заранее. Ну, у них свои законы, свои взгляды на жизнь. Мой муж говорит, что это так у них все делают в Турции. Ну, и они позвонили Эндеру, моему мужу, и попросили какую-то помощь. Ну, не буду об этом говорить, чтобы он им помог. И вот они ждали, ждали и пошли. И он злим говорит, и я тоже поеду с ними, посмотрю, что и как. Так что, а я осталась одна. Сейчас я испытала этот кайф, представляете? Вообще, вот такие дела мои кайфую. Сегодня я одна кайфую. Какое счастье быть дома одной. Можно петь, можно кричать. Сейчас скажут опять, Светлана полетела. Ну, принимайте меня такой, какая я есть. И я не самовлюбленная, мадам. Я просто люблю себя. Полюбила себя благодаря Кате, гуру, которой я занимаюсь, которой я занимаюсь йогой. Ну, все, мои хорошие, буду вам монтировать видео. И до новых встреч. Привет, друзья мои. Снова с вами я, Светлана Ата, из солнечного Мерсина. Как вы догадались, я с утра уже на море. После моря я искупалась, позагорала. И перешла вот в такую аллею лавочек. И сейчас занимаюсь чтением. Наконец-то я начала читать книгу «Достижения Максима» Брайана Трееси, которую вам показывала. Мне привезла Татьяна. И скоро уже сейчас, наверное, соберусь. Пойду кормить завтраком Эндера. Что могу сказать о море? Обалденное море. Сегодня зашла без каких-либо проблем. Настолько оно потеплело. Смотрю, что людей много здесь. Хотя сейчас уже 12-й час. Я сижу давно уже. Деток много. Играют. Баскетбол много. Кто-то поехал. Проверяют. В общем, все отлично. Желаю вам прекрасного дня и хорошего настроения. И смотрите, не переключайтесь. Кофе принесли сюда. Может, копейку копить? Пока еще не будет она. Пока он готовится. А мне надо уже идти кормить мужа. И самой позавтракать. Не могла не пройти и не вернуться сюда. Посмотрите, как красиво. Какой красивый парк. Это уже от ствела. А это впереди. Красота. Очень красивые цветочки. Кто живет на первом этаже, кайфует. Пошла я этой дорогой. Я прочитала только что ваши комментарии. Постаралась ответить всем. И заметила, что вам очень нравятся мои видео, когда я готовлю для мужа и для себя. Ну, как вот, сегодня я готовлю макароны по-флотски. Вот я взяла столько фарша. Делаю на одну порцию. Ну, может, не знаю, если он не поест. Наверное, грамм здесь 250 было. Я с луковицей сейчас пережарила ложку оливкового масла. Вот это оно у меня тушится, будет тушиться. Так, а здесь я приготовила суп для себя. Вот такой вот он страшный, но он такой вкусный. Здесь очень много чечевицы красной. Также два кабачка маленьких, помидоры, три болгарских. Мне очень понравилось. Я очень люблю. А здесь вот я сейчас почти уже заканчиваю. Ну, еще приготовила салатик. Сейчас я вам все покажу. Так, это пускай тушится на медленном огне. Ну, естественно, мы совсем попили кофе. Я уже не снимала это. Так, покажу вам, что сейчас у нас здесь такое. Так, ну вот смотрите. Приготовила такой салат из моркови. Только морковь с йогуртом. Вот некоторые турецкие женщины показывают, какой у них порядок. Но вот у меня как-то так. Надо выбросить этот куфан тоже. У меня как-то вот так вот все. Там у меня конфеты, гречка, гречиха. Тут консервы, мансервы. Я стараюсь чистить его постоянно. Вот у меня чисто. У меня чисто. Здесь творог у меня, йогурт. Тут сыр у меня. Наверное, сюда красивее будет. А, не закроется. Ну, как-то так. Здесь у меня в холодильнике сосиски, сыр, шоколад. Тут кое-что на завтрак. Тут маслины. Я так сразу раз достаю. Вот сыры у нас тут разные. А здесь у меня овощная лавка. Тоже все чисто, моя хорошая. Я спонтанно решила, не то, что готовилась. Ну, вот у меня такой порядок. Мне даже приятно за себя. Ложусь прямо. Ну, молодец я. Ну, как-то так. Вот и все. Вот приготовила такой обед. Так же я отварила макароны. Знаете, что сегодня мы обнаружили? У нас на том... Сейчас я переверну камеру и поговорю. Пока я буду с вами готовить, буду разговаривать. Сегодня на том балконе, на той стороне, с утра, я заметила, что птички очень активно чирикают. Смотрю, что-то на полу, какой-то мусор. Вчера мой муж, Эндер, Ата, помыл балкон. И вдруг какой-то мусор опять. Не обратила на это внимание, потому что, сами знаете, с утра после йоги я бегу на море и куча дел. Сейчас вечером я вот повесила стирку. Смотрю, внизу на полу опять много мусора. Думаю, что это такое. Посмотрела на полки, там тоже веточки. Мусор какой-нибудь. Вот такие веточки, вот такие веточки. Красивые веточки. Ну, я сразу Ашка и Машка пришел, все забрал. Что это? Птички готовят гнездо. Птички на нашем балконе хотели построить свить-гнездо. Но оно там нам это не может. Да. О, я с вами заговорила. Я забыла. И чуть не сгорело мое мясо. Мне кажется, сейчас я попробую чуть-чуть. Вот так положу на ложку. Надо же попробовать, оно готово или нет. Лук потушился. Готово. Помешаю с этими макаронами. Обалденный. Очень готово. Вот только на одну порцию. Ну, как я готовлю. Ну, завтра что-нибудь другое. А у меня вот есть еда. Эти баклажаны мои, которые вам понравились. Спасибо. А также у меня вот суп. Салат достаточно. Я им фрук приела. Ой, какой красивый получился. Посмотрите. Сейчас покажу вам. Почитала комментарии. Так приятно стало. Наконец-то вам понравились мои видео. Ну, стараюсь. Стараюсь что-то по-разному. Когда муза приходит, да. Не каждый день же бывает настроение на видео. Сейчас еще покажу вам, что я рисовала вчера. Шаманский дождь. Еще на один марафон записалась. Это третий мой марафон. Денежный поток. Марафон прохожу. И купила вчера марафон. Шаманский дождь. Ой, красота вышла. И так много мяса. В общем, очкам, если захочу, то у меня уже готово. Я должна идти рисовать. Смотрите, какая красота и вкуснота получилась. Вы видите, столько фарша. Я же говорю, на один раз ему. Все, сейчас я это накрою полотенечком. И как только он проголодается, у меня готово. А я сейчас покажу вам мои рисунки. Так, ну что, покажу вам мой рисунок вчерашний. Вот это вот моя новая технику обучилась. Шаманский дождь называется. Вот. Вот дождь, дождь, шаманский. Классно так. Такое удовольствие получаю, что я даже во сне снилось сегодня. Это все правда. Это все правда. Красиво. Еще покажу сейчас один рисунок. Так, и вот мой предпоследний, не знаю, показывал вам. А, я его как раз рисовала вместе с вами. Вот такие вот у меня рисуночки, мои дорогие. Все. Начинаю я заниматься. Сейчас надо рисовать 10 штук таких. Ну, конечно, разные цвета и настроение зависит. Все, пока-пока вам. Посмотрите, что у меня произошло. Пожар. Пожар. Мои макароны. Полотенце. Что творится, друзья мои? Я чуть не спалила квартиру. Посмотрите. Еле успела. Вы видите, еле успела. Все горело. А я лежала. Вот так вот. Объясню, как произошло. Я-то думала, я выключила все. А оказывается, и накрыла полотенцем. Оказывается, макароны я не выключила. И полотенце загорелось. И я не пойму. Но мы лежим, думаем, что-то запах. Что-то запах. Эндер пошел в туалет, вышел, ничего не заметил. И вдруг у меня осенела мысль, что что-то горит не то. Я как побежала, быстро схватила его. Все, бросила. Посмотрите, что у меня за срач. Все, сейчас буду убирать. Какой ужас. Макароны мои целые, слава богу. Только внизу там подгорели. Успела. Пипец. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.